Закрепите монтажную нить на крючке и обмотайте ею цевьё. Для изготовления хвостика в конце цевья закрепите несколько волокон антрона. Длина хвостика в этой мушке должна равняться длине цевья или быть чуть-чуть больше. Также в этом месте закрепите несколько бородок покровного пера древесной утки. Их длина должна равняться двойной длине цевья. После закрепления отрежьте лишнее. Для изготовления сегментации по всей длине цевья закрепите проволоку. Для изготовления тела мушки нанесите на нить немного даббинга. Намотайте даббинговую нить на цевьё от хвостика по направлению к колечку. Намотку закончите, немного не доходя до колечка. Намотайте проволоку на тело мушка. Четырёх оборотов будет вполне достаточно. Следите за тем, чтобы между витками было одинаковое расстояние. По окончании намотки закрепите проволоку впритык к телу мушки. Затем отрежьте лишнее. Нанесите на нить ещё немного даббинга и намотайте даббинговую нить на место крепления проволоки. Для изготовления крылышка возьмите перо CDC и отмерив необходимую длину крыла закрепите около колечка. Кончики пера должны находиться на уровне загиба крючка. После закрепления отрежьте лишнее. Для изготовления ёршика вплотную к крылышку закрепите петушиное перо. Сделайте пером один оборот вокруг цевья. Затем закрепите его. И отрежьте лишнее. Затем отведите все оборотки ёршика назад. Монтажной нитью прижмите их к цевью. Одновременно намотайте небольшую головку. Сделайте завершающий узел и отрежьте нить. Щеточкой Велкера немного растешите мушку. Все, мушка готова. Продолжение следует... Продолжение следует...